В данном уроке рассмотрим левую и правую клавишу мыши. В каких случаях нажимать нам левую клавишу, в каких правую, один раз или два раза. Как это понять? Запомните, что все, что вы запускаете на рабочем столе, вот здесь, имеется ввиду программы, открываете папки и так далее, всегда нажимаете двойным щелчком левой клавиши мыши. Левая клавиша мыши является рабочей, поэтому если я буду говорить в курсе, щелкаем два раза или нажимаем, или открываем, запускаем, то я имею ввиду левую клавишу мыши. Когда мы будем нажимать правую, я всегда буду говорить, сейчас нажимаем правую. Например, для того, чтобы открыть вот здесь программу Skype, нажимаем уже два раза. Сейчас она у меня была просто не установлена, поэтому пошла установка этой программы. Сейчас дождемся установки. Вот открылось окно Skype, и мы его можем закрыть. Вот Skype, кстати, имеет свойство не закрываться полностью. То есть, вот здесь постоянно присутствует его значок, даже если вы нажимаете на крестик. Вот, например, в другой какой-то программе, откроем, например, браузер Opera, видим, что внизу вот появился значок Opera, то, закрывая эту программу красным крестиком вверху справа, этот значок отсюда уходит. Вот, относительно Skype, то он не исчезает вот здесь внизу. Он постоянно как бы остается висеть. Теперь все программы, значки которых расположены вот здесь внизу, запускаются одним щелчком левой клавиши мыши. Видите, что я одним щелчком открываю окно, крестиком закрываю. Также и другие команды. Открываю, например, личные папки. И закрываю тоже одним щелчком левой клавиши мыши. То есть, запомните, на рабочем столе запускаем программы двойным щелчком левой клавиши мыши. На панели задач одинарным. Теперь, для чего служит правая кнопка мыши? Правая кнопка мыши служит для настройки какого-то объекта. Например, если мы хотим настроить рабочий стол, то в любом месте, на пустом месте рабочего стола, нажимая правую кнопку мыши, мы открываем так называемое контекстное меню. Вот здесь расположены команды, которые касаются того объекта, на котором мы нажали правую кнопку мыши. То есть, в данном случае эти команды касаются рабочего стола. Если мы нажмем правую кнопку мыши, например, вот здесь на иконке Skype, то уже появятся другие команды относительно вот этой команды Skype. То же самое вот здесь внизу. Если мы нажмем на панели управления, в пустом месте, правую кнопку, то уже появятся команды для настройки панели управления. Это запомните, что правую кнопку мыши мы нажимаем на объекте, когда хотим с ним что-то сделать. Например, удалить, скопировать, переместить, настроить внешний вид и так далее. А левой кнопкой мы обычно этот объект запускаем или открываем. Это вот то, что касалось мышки. Также, если у вас ноутбук или нетбук, у вас в нижней части, ниже клавиатуры, расположена сенсорная панель, ведя пальцем по которой вы как бы двигаете мышку. Ниже сенсорной панели также расположены две кнопки. Левая и правая. Это то же самое, как и на мышке. Причем здесь можно щелкать не только по левой клавише для открытия какого-то объекта, но также можно пальцем как бы легко так бить по экрану. И таким образом тоже эта папка откроется или программа. Это то, что касалось левой и правой клавиш мыши. А в следующем уроке мы уже посмотрим, как изменять фон рабочего стола.